Сентября 41-го года На Москву наступают сразу три немецкие танковые группы Фронт советской обороны прорван под Вязьмой И в плену оказываются более 650 тысяч солдат и офицеров Ведутся упорные бои под Можайском, Калугой, Боровском 4 октября Гитлер заявляет В эти часы на Восточном фронте происходят грандиозные события Для него крайне важно, чтобы Квантунская армия Поддержала действия вермахта ударом на Дальнем Востоке Тогда положение русских становится безнадежным Но Япония медлит Она готовится к войне с новым противником Америкой 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 Дальнем Востоке Пуа! 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 Не в России. Смею заметить, операция разворачивается крайне успешно. Русские войска фактически уничтожены. Осталось всего лишь несколько потрепанных дивизий. Как видите, дни войны сочтены. Притихли. Зачем мы вообще возимся с этими косоглазыми? Когда восточный поход почти завершен? Если есть вопросы, прошу, господа. Нам хотелось бы, грубо говоря, уважаемый господин посол, услышать о сроках завершения операции. Хотя бы прибредительных сроков. Могу назвать абсолютно точно дату 7 ноября. Нас очень обрадовались, господин посол. Молчат. Утерли мы им нос. Мы восхищаемся подвигами наших арийских братьев на поле брони. И я уверен, что наша нация, нация Емото, будет готова к решительным действиям в нужный момент. И когда же этот нужный момент настанет? Сразу после того, как добрестная германская армия возьмет Москву. Или в корейном случае, Свердоловск. Ведь это произойдет после 7 ноября. Вы, мы ничего не хотите передать Ферруру? Передайте, что мы с твоей душой, с нашими арийскими братьями. Тихо. Ну, что скажешь? Ну, кажется, что обстановка становится немного яснее. А по мне-то как раз все наоборот. Этот хитристот Зио, особенно молчаливые мумии Сугияма и Дейхара, наконец, похоже, поняли, почему мы торопимся вступлением в войну. А действительно, почему? Все же идет так победоносно. На карте, да, на словах всегда все хорошо. Не хотел тебя огорчать, но теперь скажу. Под величайшим секретом. Наши войска под Москвой терпят чудовищное сопротивление. Каждый километр стоит нам целых дивизий. Наступление замедляется, и это на третий день тайфуна. Слава богу, у русских действительно почти не осталось резервов, ни живой силы, ни вооружения. Ты только подумай, что произойдет, если они все-таки перебросят. Под Москву дивизия особой дальневосточной армии. Этого мы не должны допустить. Ну, почему самураи стали вилять? Провал Блицкрига первого наступления на Москву сделали их весьма осторожными. Да и потом зима не загорали. Ну, их министр иностранных дел в этом самом кабинете два месяца назад… Вы мне сами говорили, что японцы очень хорошо усвоили основы дипломатии фюрера. А фюрер сказал, в политике я не приемлю никаких законов. Политика – это такая игра. Хватит. Лучше скажи, что нам теперь делать. Мне кажется, надо проинформировать Берлин об истинном положении дела. Нет. Нет, и еще раз, нет, и решительно нет. Воля ваша. Вы просили дать вам совет, я вам его дал. В Берлине все равно узнают. Не от вас, а от других. От Шлезингера, например. И вот тогда фюрер может подумать, что… Да, ты прав. Будет еще хуже. И что я должен сообщить? Ну, если коротко, то примерно так. Введение Японии войны против дальневосточного фронта возможно не ранее весны сорок второго года. И в daytime. Войдите. Здравствуйте, господин полковник. Ты меня отвлекаешь. Говори быстро. Прошу разрешения на проведение морской операции по захвату радиста-шпиона. Ты у нас еще и моряк? Нет. Я обсудил проблему с начальником береговой охраны. Рассказывай. Предлагаю пустить вдоль берега, тут и тут, автомобильные пеленгаторы, а в море отправить катер с переносными пеленгаторами. Мы сможем загнать радистов, как рыбу в сети. Мы их обязательно поймаем. Идею с катером ведь ты не сам придумал. Наверняка подсказали в береговой охране. Хорошо. Но руководить операцией буду я. И штаб мы расположим не тут, а на пригорке. И в море отправим два катера. Слушаюсь. 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 Есть сигнал со стороны моря. Выводи личный состав. Вот. Строится. В нашу задачу не входит задержание шпионов. Мы должны сориентировать отряды на берегу. Надо дождаться, пока они выберутся из лодки, выгрузят рацию, и только тогда их можно брать. Связь по рации. Слушаюсь, господин майор. Приступить к выполнению. Первый отряд направо. Второй отряд налево. Бегом. Проверь побережье. Ничего не упускай за внимание. Есть. Зусенька, я мимо Силана. Передача прекратилась. Избавься от рации. Быстрее, Макс. Слушать дальше? Бесполезно. Сегодня они на связь больше не выйдут. Они оказались хитрее нас. Разворачивай. Хозяин, за мной! Бежим, бежим! Сюда, быстрее! Здравствуйте! Доброй ночи, господин! Откуда прибыл? В море выходил, рыбу ловить. А почему так поздно? Плохой улов. Рыбы что, совсем нет? Самая малость в корзине. Покажи. Хотите купить? Нет. Ничего подозрительного в море не видел? Нет. Ничего. Уезжаю. У нас остался последний передатчик. Так, перевозить его нельзя. Если будем работать из мастерской, нас накроют дня через два. Так, завтра выйдешь в эфир. Коротким сеансом скажешь, что мы уходим из эфира, пока не соберем новый передатчик. А связь? Связь через курьера. Хорошо. Едем. Вот, это Нью-Йорк Таймс. Знаешь, что там пишут? Нет. Понадобится чудо, которого не было со времен Библии, чтобы спасти красных от полного разгрома в течение короткого времени. Они нас уже похоронили. Ну что, сотворим чудо на злой империалиста, чтобы они навсегда забыли свои библейские чудеса? Куба, а если это все-таки дезинформация? Ну, если Зоргий ошибается, смотри тогда, что получается. Мы перебрасываем к сибирской дивизии, к Москве. Оголяем восточные рубежи. И именно в это время японцы и полезут на нас. Не полезут. Куба, откуда у тебя такая уверенность? Он мне сказал, знаешь, пусть возьмут икону Казанской Божией Матери и на самолете облетят всю Москву. Иосиф Виссарионович, ты что, серьезно? Очень серьезно, Климент Ефремович. В октябре 41-го года с Дальнего Востока отправляются военные эшелоны. Они спешат к Москве. Туда, где решается судьба всей этой войны. Переброска десяти дальневосточных дивизий с тысячей танков и самолетов занимает всего три недели. Радистов из района Адзабу пеленгуют не первый раз. Однажды даже брали район в кольцо. Но те улизнули. Здесь живет Макс Клаузен. Его документы недавно проверяли при выезде из зоны работы передатчика. Он ехал вместе с Зорге. Ты опять? Если он выйдет на связь хоть на десять секунд, мы ворвемся к нему и найдем рацию. Как же мне надоело твое тупое упрямство. Сейчас мы его не упустим. Клаузен не дипломат и не нацист. Даже если ты ошибешься, скандала с немцами не будет. Действуй. Но имей в виду, если ты там ничего не найдешь, я добьюсь, чтобы тебя выгнали со службы. Так точно. Осаки. В случае неудачи тебе лучше поступить как настоящему самураю. Совершить харакири. Неудачи не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что там? Так, Москва отнеслась к пониманию. С прекращением радиоэфиров просят уточнить сроки и каналы связи, по которым будем передавать материалы. Когда у нас сеанс? АПЛОДИСМЕНТЫ Через пять минут. Отлично. Выйдем в эфир в последний раз. Рихард просил прекратить эфир. Ань, это займет не больше минуты. Выйдем в эфир. Уезжай. Господин майор, есть сигнал. По машинам. По машинам. Живее, живее. По машинам. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иду, иду! Кто там? Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. Это полиция. Откройте, пожалуйста, дверь. Или мы ее сломаем. Это какая-то ошибка! Пожалуйста, откройте. Это полиция. Иду, иду! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам лучше выдать рацию добровольно. И не тратить время зря. Господин полицейский, может быть, кофе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступайте к обыску. Есть. Вы совершаете большую ошибку. Здесь нет никакой рации. Что это? Лампа. Запасная лампа для радиоприемника. Они очень часто перегорают. Есть что? Ничего. Продолжайте обыск. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, пройдемте. Это какое-то недоразумение. Пошли. Вы что, оставьте суки? Отойдите. Отойдите сюда. Посмотрите, что он сделал. Азон, Азон. Не мешайте, пожалуйста. Господи, боже мой. Здесь же центры выраги. Посмотрите, куда вы понесли портрет. Вам так это я не оставлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего. Ну, пустите. Вы ответите за это. Мало того, перевернули. Все в доме. Все вещи испортили. Вы еще надругались. Надругались над портретом нашего вождя. Я буду жаловаться послу. Вас накажут. И вы за это ответите. Пошли. Приношу извинения от себя лично и от полиции Токио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтра Кавайи доложит нашему полковнику и его управлению. Он будет требовать нашей крови. Если хотите, я возьму ответственность на себя. Скажу, что это была моя идея. Нужно все обдумать, подготовиться к разговору с Кавайи. Никакого разговора не будет. Вы в какую машину сядете? Я пойду пешком. Позвольте, пожалуйста, Николик Иванович. А зачем пришел? Может договаривались. Никаких встреч. Никаких Иванович, у нас был обыск. Что? Все нормально. Я посмотрел, хвоста нет. Надо избавиться от рации. Останемся без связи. Будем работать по другим каналам. Справа все принес? Да. Давай. Разрешите? Входи. Что у тебя? Пришел пакет из гестапо по вашему запросу. Ну, что ж, посмотрим. Может быть, у них есть что-нибудь на нашем золотое перо. Все-таки интуиция никогда меня не подводит. Есть что-нибудь интересное? Интересное. Да, это конец Зорге. Конец вот у. Все настолько серьезно? Ну, вот, посмотри. Мать Зорге. Нина Кобелева. Русская. Во всех анкетах написано, что немка. Тут еще интереснее. Его двоюродный дед, Фридрих Адольф Зорге, был создателем первого интернационала, секретарем Карла Маркса. Так, может, и сам Рихард? Ты удивительно догадлив, Клаус. Рихард Зорге, член Коммунистической партии Германии с 1924 года. Как же он сюда попал? Как прошел все проверки? Об этом, я полагаю, надо спросить этого выскочку Шелленберга. Это он его проверял. Какой скандал? Отдать приказ о срочном аресте Зорге? Ни в коем случае. А вдруг так окажется, что старина Отт тоже коммунист? Докладывайте мне о каждом его шаге. Слушаюсь. Продолжение следует... Доброе утро, господин полковник. Здравствуй, садись. Сегодня вечером в президентском дворце большой прием. Я уезжаю к дочери, она родила мне внука. Поздравляю, господин полковник. Отправляйся на прием вместо меня. Если честно, я не люблю большие компании. Приходил твой лейтенант. Оставил рапорты. Опять жаловался, что ты работаешь по ночам. Отдохни. Мне не надо, я не устал. Тебе решать. Я вас понял. Отдохни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она очаровательна... Ты слышал новость? Какую? Наши взяли орел. О, поздравляю, прекрасный нос. Думаю, что до падения Москвы осталось не больше месяца. Как тебе Москва? Думаю, красивый город. Не знаю, не был. Странно. Мне бы что-то показалось. Ну что ж, не буду вам мешать. Вы очаровательны. Какой он неприятный тип. Он мне ужасно не нравится. Не обращай внимания. Извините. Господин Зорге, разрешите представиться. Майор Осаги, полиция Токио. Очень приятно. У меня к вам, как журналистов, есть конфиденциальный разговор. Пять минут, не больше. Хорошо. Я располагаю информацию. Она может вас заинтересовать. Здесь не так шумно. Слушаю вас. Я получил сведения о деятельности зарубежных разведчиков в Токио. Вам, как журналисту, это интересно? Разумеется. Извините. Я сейчас вернусь. Что вы задумали? Ничего. Это касается работы. Я вам не верю. Прошу вас, оставьте меня в покое. Вы ведь порядочный человек. Представляешь, он так это и сказал. Мне надо его дожать. Простите. А у меня для тебя сюрприз. Здравствуйте, Рихард. Вы нас совсем забыли. Добрый вечер, Шарлот. Добрый вечер. Когда вы вернулись? Не давай Рихарду скучать. Я скоро вернусь. Простите. Почему ты вернулась? Мне казалось, что мы уже все решили. Знаю. Знаю, Рихард. Ничего не могу с собой поделать. Переоценила свои силы. Здесь очень неудобно об этом говорить. Помнишь нашу квартиру в городе? Я буду там завтра с 2 до 6. Я приеду. Субтитры создавал DimaTorzok Я же сказала, оставьте меня в покое. Я к вам обращаюсь как официальное лицо. Тогда вызывайте меня на допрос. Разговаривать с вами я не буду. У меня секретная миссия. Вы просто безумны. Вы живете с немецким гражданином Рихардом Дзорги. Он связан с врагами Японии, шпионами и предателями. Вы можете помочь своей стране. Я уже говорила и повторяю. Я не верю вам. Разговор касается Гельмы Отт. А она тут при чем? По нашим данным, именно она является зарубежным резидентом в Токио. Дзорги всего лишь ее орудие. Это страшная и опасная женщина. Она использует мужчин в своих шпионских целях. Сначала своего мужа, потом Дзорги. У нее темное прошлое. Что вы хотите сказать? У Дзорги в доме или в другом месте должен быть тайник или сейф. Уверен, что вы знаете, где он находится. Достаньте оттуда бумаги и принесите нам. Хотя бы на пару часов. Ваш немец нас не интересует, только она. Это и вам выгодно. Если мы ее посадим, ваш красавец останется с вами. Я не стану этого делать. КОНЕЦ КОНЕЦ Прости, я опоздала. Эгин позвал каких-то итальянцев, пришлось их принимать. Но они выпили и поехали на побережье. Я так много думала в последнее время о детях, об Эгине, о своей жизни. И поняла, что без тебя это все не имеет никакого смысла. Дети меня поймут. Мы можем уехать с тобой куда угодно. А с тобой мне совершенно все равно, куда ехать. Ты почему-то так смотришь. Ничего не получится. Ничего не получится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Немецкое посольство. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу прощения. Я хотела... Что вы хотите? А, да. Я хочу... Вы не соединитесь с господином Зорги. Господина Зорги нет в посольстве. А? Я не видел его с самого утра. С утра не видели? Ах, вот как. Ясно. Спасибо. Не за что. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А там я просидел безвылазно в редакции и готовил новую статью. Я был в кинотеатре. Еще сегодня есть ночные сеансы, так что мы можем успеть. Благодарю, мой господин. Рихард, скажи. Рихард. С утра рано. На работу. Давай завтра пойдем. Ты правда не сержишься? Правда не сержусь. Ну, хорошо. Завтра так завтра. Пойду еще поработаю, пока есть время. Ладно. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я сегодня вернусь около шести, заодно заведу в кинотеатр, возьму билеты. В Берлине чат уже запрещен, а здесь его еще показывают. Спасибо. Гарантирую, что мы будем смеяться. Да, мой господин. Рихард. Рихард. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Ханако «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон « «Симон» 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 «Симон 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 «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»